Здорово, любители кринжи в игре Sims 4! Не так давно мы с вами проходили угарный и новый для моего канала челлендж под названием Breed Out the Weird. Проходили мы с вами его по классической схеме, но, как вы знаете, я решила разнообразить наши челленджи в кассе и решила добавить слайдеры. Ну вот, в принципе, вы сейчас видите на главной героине, как слайдеры уже немножечко решили пошутить. Итак, сегодня мы с вами попробуем пройти экстремальную версию Breed Out the Weird. Мне кажется, что будет очень угарно, если вы не знаете, как это проходится, то я вам сейчас все объясню. Итак, у нас есть вот такая вот главная героиня. Сейчас мы из галереи будем брать красавчиков и красавиц, будем их сводить вместе с нашей главной героиней, ну то есть мы сейчас уберем для нее красавчика, их вместе сведем, получим ребенка. Потом этого ребенка мы повзрослеем, сделаем молодым, его тоже сведем с кем-то, ну и в общем будем смотреть, какими же у нас будут получаться детишки. И нам за энное количество поколений нужно, в принципе, получить более-менее нормального сима. Что сейчас получится с этим челленджем, я не знаю, особенно учитывая, что у меня есть слайдеры. Ну вот, в принципе, вы видите, что у нас произошло с нашим персонажем, то есть некоторые черты лица могут становиться либо очень маленькими, либо очень большими. У нас есть максимум 10 поколений. То есть, если за 10 поколений мы не сможем получить более-менее, ну, скажем так, стандартного сима, который у нас обычно принимает участие в всяких челленджах, то так и будет. Зато мы посмотрим, как же влияют слайдеры на наших персонажей. Ну что, давайте подберем первого красавчика для нашей Веры. Для нашей главной героини я подобрала вот такого вот персонажа из галереи. Мне кажется, что выглядит он достаточно симпатично. Давайте посмотрим, какие получатся детишки с Верой. И, кстати, нам с вами нужно будет сейчас еще три раза нажать на кубик. То есть, мы не просто какого-то рандомного сейчас получим персонажа, а у нас будет прям совсем рандомный рандом. Значит, поехали. Раз, два, три. Мне уже немножко страшно. Давайте, наверное, пусть у нас сейчас будет мальчик. То есть, у нас мы будем прыгать мальчик-девочка, мальчик-девочка. Ну, хорошо. Вроде бы, вроде бы пока все в норме. Да? Все же в норме у тебя. Давайте уберем только скинтон. Потому что я вижу, у него какие-то реснички применились. Ну, знаете, я предлагаю переходить сразу же, наверное, к молодому персонажу. Раз, два, три. Знаете, в принципе, мне уже нравится во втором поколении, как он выглядит. Посмотрите, какой симпатичный парень. Я предлагаю сейчас немножко с ним поработать. Давайте, может быть, выберем ему другие брови. Может быть, вот такие. Давайте возьмем брови. Главное сейчас очень аккуратно их опускать, потому что эти слайдеры, ребят, это что-то с чем-то. Они могут настолько кардинально поменять персонажа, что вы потом его просто не узнаете. Чуть-чуть туда-сюда дернетесь и все. Вот видите, у него с бровями сейчас есть такая вот небольшая беда. Ау, куда глаза лезут? Подожди. Глаза верните. Верните мне. Вот. Вот глаза мне вернули, это уже хорошо. Давайте все-таки вот эти вот брови используем. Значит, ты идешь сюда. И я думаю, что мы можем поменять ему прическу. Мне кажется, что... Ему, наверное, пойдут... Какие? Длинные волосы. Давайте длинные. Слушайте, посмотрите, какой красивый перс. Сразу же, во втором поколении у нас просто самый настоящий красавчик. Значит, сейчас мы тебе возьмем какой-нибудь скинтон. Можно что-то такое... Слушайте, мне уже он нравится. Да, желательно бы немножко поработать с его профилем. Но, в принципе, мне кажется, что выглядит он неплохо. Только вот меня немножко смущает, что у него просто гигантская голова и очень маленькое тело. Тут просто отсутствие каких-то пропорций у нас получается. Хотя, может быть, мне кажется, не знаю. Для Роберта я подобрала вот такую вот красотку Софи. Посмотрите, какой симпатичный персонаж. Давайте теперь посмотрим, какой же пупс получится у этих двоих. Итак, у нас продолжается число 3. То есть, сейчас мы с вами 3 раза нажимаем на кубик. И в итоге посмотрим, кто у нас получится. Ну что, выбираем тебя, Софи. И теперь мне нужно нажать вот сюда. Давайте теперь девочка пусть у нас будет. Значит, раз. Почему у нас так цвет кожи прыгает? Два. Три. Знаете, вот эти вот паузы, как будто бы нас игра прям уже готовит. Сейчас мы с вами увидим кое-что интересное. Слушайте, ну вообще выглядит достаточно симпатично. Значит, убираем прям все. Ну вот я вижу, что пока что плоская составляющая носа остается. Ну да ладно. Переходим с вами к молодому персонажу. И получаем... Да ладно, посмотрите, ребята. Посмотрите, какая симпатяшка. А ну-ка, давай посмотрим, как тебя будут звать. Тебя будут звать Тара. Ребята, мне нравится, как она выглядит. Значит, понятное дело, что у нас еще есть с вами возможность поработать. Но, блин, обратите внимание, что она действительно выглядит уже неплохо. Давайте поменяем брови. Вот я хочу вернуться к классическим бровям. Мне кажется, что мы можем взять для нее что-нибудь... Что-нибудь, 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 что-нибудь. Может, мои любимые брови? Где мои любимые брови? Я думаю, что ей подойдут какие-то чуть более тонкие брови. Может быть, что-нибудь такое или вот такое. Ну или вот такое. Вот давайте вот эти брови возьмем. Значит, давайте мы их немножечко вот так вот выровняем. Все, прекрасно. Ну, понимаете, менять мы, конечно, персонажа не можем, поэтому ничего здесь не трогаем. Можем добавить только разве что скинтон какой-нибудь. А что у нас тут есть такое интересное? Можно взять вот этот скинтон. Можно взять вот этот скинтон. Кстати, давайте возьмем вот этот. Мне он всегда очень нравится, поэтому я думаю, что он просто идеально подойдет практически любому персонажу. Ну и, конечно же, предлагаю добавить ей реснички. Значит, это у нас уже второй ребенок. То есть, в принципе, нам с вами можно, мне кажется, и не 10 поколений использовать, а гораздо меньше. Потому что мне кажется, что у нас уже прям Брид Аут Зу Уирт прям произошел. Предлагаю выбрать, может быть, какой-нибудь ей легкий макияжец. Мы сейчас с вами просто сможем сравнить до, после, то есть, что у нас было, что у нас в процессе получалось. Я думаю, нам даже, ну даже не знаю, может быть, 6-7 поколений хватит. Как вы думаете, ребят, сколько нам еще понадобится поколений? Вот напишите в комментариях, сможете ли вы угадать, сколько нам понадобится в итоге поколений. Предлагаю выбрать для нее какой-нибудь, может быть, блеск или помаду. А ну-ка, давай посмотрим. Нет, этот мне меньше нравится. Этот тоже не хочу. Можно, кстати, взять что-нибудь вот такое. Давайте возьмем вот такой вот блеск. Ну и предлагаю подобрать для нее прическу. Что тебе пойдет? Косички, хвостики, может быть, с челкой, что... Слушайте, а мне это нравится. Вот такая вот, знаете, средней длины стрижка, мне кажется, смотрится очень даже неплохо. Смотрите, ну достаточно симпатичный персонаж. И давай, может быть, мы тебя все-таки переоденем. Мне кажется, что лучше я для тебя выберу какие-нибудь штанишки. Мне кажется, так будет получше. О, кстати, можно взять вот такие вот шорты. Ну и тогда предлагаю, может быть, взять какие-нибудь кеды, например. Вот что-нибудь такое. Значит, Тара у нас уже готова. Давайте посмотрим на следующего ребенка. Из галереи я выбрала вот такого вот персонажа по имени Дофадил. Я решила его самую малость поменять. Добавила вот такую татуировку, переодела. Добавила пирсинга и немножко пошаманила с особенностями кожи. Ну и прическу решила поменять. Давайте теперь посмотрим, какой же у нас получится ребенок старый. Значит, мы с вами переходим к генетике. И теперь должны, главное, не запутаться в выборе персонажей, которых мы будем сводить. Потому что мне кажется, что под конец этого челленджа я наверняка могу с этим налажать. Значит, выбираем. И мы с вами должны взять Тару. Так, сейчас, я думаю, мы будем создавать мальчика. Берем сейчас... Значит, мальчик у нас уже выбран. Нам нужно нажать с вами три раза. Раз. Меня немножко пугают эти паузы. Два. Куда-то очки уехали, ребят. Куда уже уезжают очки, скажите, пожалуйста. Третий раз. У-у-у-у. Я люблю забавные ушки. Ну что, давай посмотрим. Это у нас особенности кожи, я надеюсь? Нет, ребят, это у него... Это у него такие ушки будут. Вы понимаете, что ушки решили быть такими? Они решили, что... Ну, как бы, может быть, у нас где-то вампир пробежал в родословный. Я не знаю. Переходим к молодому персонажу. И у него, кстати, ушки нормальные. Слушайте, вампир куда-то пробежал в другую сторону. Слушайте, ребята, посмотрите, какой у нас... Как тебя будут звать? Ну, давай посмотрим. Его зовут Джек. Посмотрите, какой симпатичный Джек. Я даже не знаю, надо ли его переодевать. У него такой достаточно необычный наряд. Но самое малое же надо с ним поработать. Значит, брови. Брови у нас будут вот такие. Мне, кстати, даже и брови менять не хочется. Ребят, я ничего у него менять не хочу. Я хочу его оставить вот таким. Давайте-ка выберем для него причесончик. Может быть, ему что-нибудь такое подойдет? Или можно взять, например, вот такую прическу. Кстати, посмотрите, такие вот небрежные локоны. Ребята, мне кажется, что у нас с вами Брид Аудзи Уэр действительно закончится через одно-два поколения. Потому что, блин, ну блин, согласитесь, у нас изначально был вот такой персонаж, а в итоге получается сейчас вот такой. То есть мы раз свели с одним, у нас получился Роберт, потом свели с Софией, у нас получилась Тара, потом мы Тару свели с этим Дофадилом, и у нас получается Джек. То есть это у нас уже третий ребенок, и мне кажется, что он выглядит очень и очень даже симпатичненько. Мне кажется, что больше мы у него ничего, в принципе, не должны менять. Я бы его таким и оставила. Но все равно, будет же интересно глянуть, если мы сведем его с вами с еще одной какой-нибудь красавицей из галереи. Для Джека я подобрала персонажа с очень необычным именем Индига. Мне очень нравится, как она выглядит. Мне кажется, что у них должна получиться очень красивая дочка, поэтому давайте с вами перейдем сейчас к генетике. И у нас сейчас должна получиться девочка. Я уже удалила первого ухажера, то есть у нас теперь продолжается с вами поколение. И теперь нам нужно снова три раза нажать. Я смотрю, что ушки у нас вот такие няшные получаются практически у всех. Так, мы выбираем Джека. Очень интересно глянуть, какой же у нас сейчас получится девочка. Значит, раз, теперь у нас два, три. Ну-ка, переходим с вами к нашему персонажу. Ну-ка, покажись, покажись. Пожалуйста, давайте удалим сразу же все, что у нас здесь может получаться от скинтонов. Ну вот, в принципе, я смотрю, что у малышки, конечно, почему-то сохраняется достаточно плоский профиль, если можно так сказать. А вот давайте посмотрим у молодого персонажа. Да, я вижу, что с зубами, конечно, как-то все немножко странно смотрится. Но, знаете, в целом... В целом, во-первых, посмотрите, какая хорошая у нее, в принципе, фигура. Достаточно интересные черты лица. Кстати, и прическа такая прям очень даже классная. Но я думаю, что мы можем чуть-чуть поработать с ее бровями. Давай-ка... Ой, куда-то у нас брови совсем уехали. Хотя мне нравится. Слушайте, посмотрите, какая симпатичная. Посмотрите, какой симпатичный персонаж. Вы понимаете, что это у нас все произошло абсолютно рандомно. Я ждала, что у нас сейчас получится, конечно, перс. И вообще, вы знаете, какой вынос мозга. А на самом деле у нас получились очень симпатичные. Я думаю, что мы сейчас для этой дамочки подберем какого-нибудь парнишку. Потом мы с вами того парнишку, который у нас получится, сведем с еще одной девушкой. И, в принципе, мне кажется, что даже на вот этом количестве поколений мы можем уже сделать вывод о том, получился у нас этот челлендж или нет. Я предлагаю все-таки добавить какие-нибудь реснички. Только давайте, может быть, вот тебе возьмем скинтон. Добавляем ресницы. Хочется же сразу же ее немножко... Так, подожди, куда у нас ресницы здесь? Вот у нас реснички. Давай мы тебе возьмем вот такие, мои любимые. Как она мне нравится, ребята. Мне она прямо очень нравится. Вот какая-то, знаете, такая вот очень милая девушка. Такая вот именно что милая. Так, какой тебе блеск? Давайте нейтральный какой-то блеск. И я предлагаю выбрать для нее прическу. Может, такой вот хвостик? Кстати, мне очень нравится, что у нее красный цвет волос. Можно вот такой хвостик. Можно вот такую вот дульку. Слушайте, давайте ей дульку возьмем. Тогда я предлагаю из одежды ей взять... Что тебе взять? Можно взять что-нибудь вот такое. И, допустим, низ у нас будет каким? Брючки. А давайте, в принципе, вот такие вот джинсы. Мне кажется, что ей идет такой наряд. Ну и, например, вот такие вот кроссовки. Правда, почему-то они у нас немножко плоские. Мне кажется, что в плане ног почему-то они у нас стали чуть-чуть более плоскими. Хотя вот в этих ботинках смотрится неплохо. Ну что, как тебя, кстати, зовут, красавец? Тебя зовут Фиона. Давайте теперь для Фионы подберем ухажера. Как вам Марк? Мне он сразу понравился, когда я увидела его в галерее. Мне кажется, что он очень симпатичный. И должен просто идеально подойти Фионе. Ну что, посмотрим, что на этот раз для нас подготовила генетика. Мне кажется, что у нас сейчас получится еще более симпатичный персонаж. Вот я вам 100% говорю, у нас в итоге получится ну просто бомбический перс. Значит, сейчас мы с вами создаем мальчика. Выбираем мамочку. Так, мамочка у нас Фиона. И мне немножко вот страшно смотреть на вот эти вот ушки. То они у нас есть, то у нас их нет. Ребята, объясните, почему они то есть, то их нет? Что это за странные ушки? Значит, у нас раз, два, два, три. Ну-ка. Значит, в принципе, мне нравится вот этот вот котик. Ну и сам персонаж, конечно, мне нравится. Так, убираем все вот эти вот приколюхи со скинтонами. Потому что сейчас увидим. Сейчас мы с вами увидим, что у нас получится. Переходим к молодому персонажу. Слушайте, какой стиляга у нас получился. Какой-то он, правда, немного грустный. Давайте мы ему брови поменяем. Ну вот, не знаю, у меня такое ощущение, что он из-за чего-то очень сильно расстроен. Давайте, может быть, выберем вот такие можно или вот такие. Нет, тут ты какой-то слишком сердитый. Давай мы тебя сделаем менее сердитым. Брови не надо уезжать. У нас брови почему-то вечно то съезжаются, то разъезжаются. Какие-то прям очень странные брови. Надо их как-то менее ломанными, что ли, сделать. Так, подожди. Подожди. Куда брови? Давайте не будем ломаться. Давайте будем жить дружно. Ну, в принципе, так тоже неплохо. Мне хочется почему-то сделать его русым. Ну, вот, не знаю, такой вот темно-русый цвет для него подобрать. И я думаю, что ему, в принципе, подойдут русы. Вот такие вот русы. Слушайте, а симпатичный. Может быть, вот такую прическу. Либо можно взять что-то такое. Можно взять, в принципе, и вот такую прическу. Но я бы для него взяла... Я бы для него бы выбрала... Выбрала бы, выбрала. Слушайте, эти смотрятся неплохо. Можно взять что-то так. Вот мне нравятся длинные волосы, ребят. Вот не знаю. Почему-то мне кажется, что длинные волосы ему идут. А может быть, у меня есть что-то похожее. Можно что-то такое взять. Можно, кстати, вот эти кучеряшки тоже смотрятся неплохо. Можно взять, кстати, вот такие волосы. Но они мне, ну, скажем так, соу-соу нравятся. Слушайте, а может, вот такой вот вариант. Но этот мне тоже меньше нравится. А может быть... Ребят, а давайте выберем для него вот такой цвет волос. Посмотрите, какой красивый. Давайте возьмем вот этот вот цвет волос. Мне кажется, что это прическа ему идет. В принципе, профиль у него уже нормальный. Вот только немножко выступает нижняя губа. Ну, ничего страшного. Мы с вами все не идеальны. Поэтому мне лично нравится, как он выглядит. Мне даже очень нравится, как он выглядит. Хочу ему цвет глаз немножко поменять. Потому что здесь я их поменять не могу сейчас. Поэтому давайте выберем какой-нибудь из этих местных вариантов, которые у нас есть в плане грима. Которые нужно применять в итоге для всех вариантов одежды. Если вы будете создавать персонажа. Мне нравится. Ребята, какой симпатичный. Кстати, как тебя зовут? Скажи, пожалуйста. Гарольд. Ребята, это Гарольд. Кстати, напишите потом в комментариях, какой из персонажей вам понравился больше всего и почему. Может быть, мы давайте возьмем для него какие-нибудь рваные джинсики. Можно что-то такое. Нет. Мне кажется, что ему именно какие-нибудь такие вот рваные. Типа... Нет. Главное, Даша говорит рваные. Выбирает нерван. Блин, мне нравится и в шортах, как ему... Как ему, мне кажется, идет и так, и так ему. Думаю, что кеды ему должны просто идеально подойти. О, давай, может, такие кроссовки. Или вот эти. Давай вот эти. Слушайте, мне Гарольд нравится. Мне прям очень нравится Гарольд. Теперь предлагаю подобрать для него даму сердце. Если честно, я бы уже на Гарольде остановилась. Мне кажется, что он уже выглядит просто великолепно. Да, в принципе, все у нас детишки выглядят великолепно. Но вот давайте мы с вами сейчас закрепим наше следующее поколение. Мы сейчас с вами посмотрим, кто у нас получится. И в итоге, конечно же, решим, стоит ли продолжать. Или же Брид Аут Зе Уирд у нас выполнен на 100%. Из галереи я выбрала вот такого персонажа. Мне кажется, она очень симпатичная, очень миленькая такая девушка. Вот сразу складывается впечатление, что Гарольд ездил, где-то путешествовал, увидел, может быть, в каком-то ресторане, в каком-то баре вот такую вот красавицу. И они решили вместе уехать в закат. Все счастливы. И сейчас мы с вами посмотрим, какое же нам чудо преподнесла генетика. Хотя, на самом деле, это челлендж не чудо генетики. Но, знаете, мне он очень нравится. Не знаю, почему мы с вами его раньше не пробовали. Но, как вы знаете, всегда интересно что-нибудь вот такое вот в кассе намудрить. Значит, переходим с вами к девочкам. И нам нужно сейчас раз. Раз. Два. И сейчас третий раз мы нажимаем на кубик, ребят. И у нас будет... Ну, на данный момент, мне кажется, что это будет финальный вариант. Мне кажется, что дальше превращать смысла нет. И сейчас будет очень смешно, если у нас вообще получится какой-то самый настоящий рандом. И какая-нибудь черта там пра-пра-пра-пра бабушки у нас обязательно здесь проявится. Ну, в принципе... В принципе... В принципе... Плоский нос у нас, конечно, плоский профиль сохраняется. Но мы сейчас с вами перейдем к молодому персонажу. Раз, два, три. Генетика удивит. Ну, фигура мне нравится. Сразу скажу. Сразу скажу. Мне кажется, что с фигурой прям все великолепно. Вот сейчас нам только нужно посмотреть, что у нас получилось с лицом. Потому что у нас тут какие-то наложения чего-то на куда-то... Ребята... Посмотрите, какая у нас получилась... Как тебя зовут? Кэролайн. Какая симпатичная девушка. Слушайте, по-моему, у нас генетика прям вот просто сегодня превзошла себя. Посмотрите, какой интересный персонаж. Так, переходим. Переходим с вами сначала, наверное, к скинтонам. Возьму-ка свой любимый скинтон, который я часто использую в последнее время. Значит, возьмем вот этот вот вариант. Далее. Я хочу добавить ей реснички обязательно. Хоть какие-нибудь коротенькие, длинненькие, неважно. Да. Я знаю, у нас сейчас тут немножко накладываются вот эти вот, видимо, браслеты. Мы убираем эти браслеты, переходим обратно. Ну, в принципе, я думаю, что мы так и оставим. Слушайте, какая она красивая. А что у тебя с зубами? Эээ, зубы, зубы, зубы. Ну, давай поменяем. Ладно, сделаем тебе вот такой вот подарок еще. Сделаем зубки, значит. Что мы с вами можем еще ей добавить? В принципе, я бы больше ничего вот из этого всего не добавляла. Но не хочу. Здесь что-то добавлять? Ну, мне кажется, в этом нет смысла. Можно что-нибудь, например, вот такое добавить. Можно добавить. Можно добавить? Я даже не знаю. В принципе, я бы уже ничего не меняла. Вот серьезно. Давайте ей брови поменяем. Я думаю, что мы можем оставить ее блондинкой. Можем ее, допустим, как отца сделать, кстати. Вот, например, выбрать вот такой вот цвет волос. Слушайте, а может действительно что-нибудь такое? Или можно... Давайте вот этот цвет. Мне он очень нравится. Я помню, когда его добавили, то я была прям в восторге. Только чуть-чуть хочется вот брови как-то, знаете... Ну, вот все-таки как-то по-другому разместить. Хотя, я бы оставила вот так. Либо, конечно, можно поменять цвет волос. Не знаю. Либо давайте вот этот выберем. Просто мне не очень нравится. Хотя, подождите. Давайте сделаем как у отца. Пусть волосы будут русые. А может быть, мы выберем какой-нибудь вообще другой цвет волос. Может быть, конечно, вот такой вот русый. А может быть, что-то другое. Ребята, мне нравится. Ребята, мне нравится, как она выглядит. Давайте возьмем вот эти вот волосы. Давайте, может быть, покрасим вот в этот цвет. И я хочу ей выбрать какие-нибудь интересные пряди. Слушайте, игра меня прям приятно удивила сегодня. Прям очень приятно. Волосы, волосы. Пряди, пряди, пряди. Пряди. Это вот вы пряди? Да. Какой мы можем выбрать для нее цвет? Можно взять что-то такое. Ну, я бы взяла какой-нибудь яркий. Можно такой вот розовый. Можно вот такой, например. Можно мятный, голубой. Выбирай себе любой. А давайте, может, возьмем все-таки что-то светлое. Мне кажется, что радикально как-то, ну, слишком тут ярко смотрится. Можно взять что-то из таких вот, конечно, вариантов. Не, не хочу. Не хочу, нет. Такое мне точно не нравится. Этот, этот. Не. Не-не-не-не-не. Предлагаю взять, может быть, может быть, вот такой вот. Видите, он как бы розоватый, такой очень размытый, пастельный, розовый. Давайте такой оставим. Мне кажется, что мы можем поменять ей цвет глаз. Либо же взять мои любимые линзы. Так, где мои любимые линзы? Где вы, где вы, где вы? Опять сейчас где-то потеряюсь. Нет, вот они. Я вот не знаю, какие ей глаза взять. Карии? Давайте пусть будут карии глаза. Мне кажется, что ей идет такой цвет глаз. Предлагаю для нее подобрать, может быть, какую-то стрелочку. Слушайте, а нормально стрелочка разместилась. Разместилась. Я просто помню, какие у нас бывали баги со стрелочками, когда я играла в чудо-генетики с вот этими вот слайдерами. Это было вообще что-то с чем-то. Так, давай подберем тебе помаду, может быть, какую-нибудь. Мне кажется, что ей даже одежду можно не менять, ребят. Ну, с одеждой-то у нее все в порядке. Можно взять более яркие губки и сделать. Можно взять какую-нибудь вот, например, такую. Помаду-блеск-блеск-помада. Слушайте, давайте вот этот возьмем. Мне кажется, что ей идет такой вот более-менее нейтральный оттенок. Можно вот этот. О, вот этот. Как она мне нравится. Как же она мне нравится, ребят. Я от нее практически вот просто, ну вот я не знаю. Я думаю, что нам с вами такие персонажи как-то попадаются, что нам их обязательно нужно где-то как-нибудь использовать. Можно взять для нее, например, какие-нибудь вот такие сережки. Мне они, кстати, очень понравились из нашего недавнего набора интерьер-мечты. Мне кажется, в плане фигуры ей, в принципе, такой вот образ подходит. Я бы только другие немножко брючки взяла. У меня есть похожие, но они, например, такие, вы знаете, слегка рваные. Вот, например, можно что-то такое. Или взять, например, вот эти. А ну-ка, давай покажись. Можно взять вот такой вариант. О, светлые. Давайте вот такие возьмем. Можно, конечно, такой, такой. Но я думаю, что такие ей подойдут. И теперь я предлагаю выбрать для нее, может быть, какие-нибудь либо легкие туфельки, либо, может быть, какие-нибудь кеды легкие. Что-нибудь такое вот совсем лайтовое. Можно взять, например, вот эти. У меня как раз, по-моему, есть белые. Ну, смятные мне не очень нравятся. Вот, из этих возьмем. Мне кажется, что вот такие можно выбрать. Давайте глянем, с кого этот челлендж начинался и на ком этот челлендж закончился. Итак, первый персонаж, который у нас с вами был, это Вера. У нее есть ребенок по имени Роберт. Мне кажется, что Роберт уже радикально отличается от мамочки. В принципе, мне он нравился уже. Вот в самом-самом начале челленджа я вам говорила, что Роберт уже выглядит очень и очень даже хорошо. Следующая у нас была Тара, дочка Роберта. Вы можете обратить внимание, что она тоже получилась, ну, очень симпатичной. Мне кажется, что, в принципе, все последующие дети после Роберта, в принципе, очень даже красивые. Переходим дальше. Ребенок Тары Джек. Мне кажется, что у него достаточно радикально поменялся профиль, потому что, как вы помните, у предыдущих персонажей он был более-менее плоский, а здесь вы можете обратить внимание, что он действительно изменился. Итак, у нашего Джека есть дочка Фиона. Мне очень нравится ее цвет волос и, в принципе, мне нравится, как она выглядит. Далее у нас получился Гарольд. Я просто в восторге от Гарольда. Я вам говорила, что Гарольд мне очень нравится. И у Гарольда есть дочка Кэролайн. Кэролайн, мне кажется, это просто вот идеальное завершение этого челленджа. Значит, у нас был первый ребенок, второй, третий, четвертый, пятый, шестая дочка. Мне кажется, что мы справились на шестом ребенке просто вот на пятерку. Как вы считаете, мы справились с этим челленджем? И напишите, конечно же, в комментариях, который из детишек вам понравился больше всего. Мне понравились все. Мне кажется, что у каждого есть своя изюминка. И это, конечно же, очень здорово. Надеюсь, вам понравился этот челлендж. Если вы хотите больше угарных таких вот превращений, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok